слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя хвала тебе наш господь единому вечному богу слава слава тебе боже наш слава тебе господи нет иного бога аллилуйя благодарим тебя за милости явленные в этом не как хорошо быть с тобою господи аллилуйя спаси нас господи и помилуй милости твоей полна земля человеку бог дал определенное лицо и когда люди делают разные маски они оскорбляют бога творца своего бог сотворил человека не по образу демонов а по образу своему и подобию своему помилуй нас господи помилуй несчастных не знающих писания твоего живущих во тьме боже мой хвала тебе ты сотворил человека по образу и подобию своему чтоб человек мог предстать пред тобой и сказать вот я господи творение твое прими меня ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя почти господи добрых миссионеров проповедников христианам язычникам иудеям мусульманам буддистам дабы всем явить любовь твою ибо верующие в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем так властит нам святое слово изреченное святыми пророками апостолами аллилуйя боже будь милостив ко мне грешному создавший меня господь помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй псалтырь книга из святой библии псалом 72 как благ бог к израилю к чистым сердцем а я едва не пошатнулись ноги мои едва не поскользнулись стопы мои я позавидовал безумным видя благоденствия нечестивых ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их на работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергается ударом от того гордость как ожерелье обложила их и дерзость как наряд одевает их выкатились от жира глаза их бродят помыслы в сердце над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят свысока поднимают к небесам уста свои язык их расскажет по земле потому туда же обращается народ его и пьют воду полной чашею и говорят как узнает бог если ведение у вышнего и вот эти нечестивые благоденствует в веки 7 умножают богатство так не напрасно ли я ощущал сердце моё я омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро но если бы я сказал буду рассуждать так то я виновен был бы перед родом сынов твоих и думал я как бы уразуметь это но это трудно было в глазах моих доколе не вошел я во святилище божие и не уразумел конца их так на скользких путях поставил ты их господи и не звергаешь их пропасти как нечаянно пришли они в разорения исчезли погибли от ужасов как сновидение по пробуждение так ты господи пробудив их уничтожишь мечты их когда кипело сердце мое терзалась внутренность моя тогда я был невежда и не разумел как скот был я пред тобою господи боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель дивно милость твоя аллилуйя спаси нас господи и помилуй по благодати твоей к тебе прибегаем единый вечный господь и бог когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя тогда я был невежда и не разумел как скот был я пред тобою но я всегда с тобой ты держишь меня за правую руку ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу кто мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле изнемогает плоть моя и сердце мое бог твердыня сердца моего и часть моя нововек ибо вот удаляющая себя от тебя гибнут ты истребляешь всякого отступающего от тебя а мне благо приближаться к богу на господа бога я возложил упование мое чтобы возвещать все дела твои господи слава тебе боже наш слава тебе богородица дева радуйся обрадана мария господь с тобою благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего яко родилась и христа спаса избавителя душам нашим аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззаконие наше святые посети и исцели немощи наше имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава тебе боже наш слава тебе евангелие от луки тринадцатая глава в это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах которых кровь пилат смешал с жертвами их иисус сказал им на это думаете ли вы что эти галилеяне были грешнее всех галилеян что так пострадали нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете или думаете ли что те восемнадцать человек на которых упала башня селамска и побила их виновнее были всех живущих в иерусалиме нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете и сказал сию притчу некто имел виноградике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел и сказал виноградарю вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу струби ее на что она и место занимает слава тебе боже наш слава тебе но он сказал ему в ответ господин оставь ее на этот год пока я окопаю его и обложу навозом не принесет ли плода если же нет то в следующий год срубишь ее в одной из синагог учил Иисус в субботу там была женщина восемнадцать лет имевшая духа немощи она была скорчена и не могла выпрямиться Иисус увидев ее подозвал и сказал ей женщина ты освобождаешься от недуга твоего и возложил на нее руки и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога при этом начальник синагоги негодуя что Иисус исцелил в субботу сказал народу есть шесть дней в которые должно делать в те дни приходите исцелять это а не в день субботний Господь сказал ему в ответ нет лицемер не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову который связал сатана вот уже восемнадцать лет не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний и когда говорил Иисус это все противившиеся ему стыдились и весь народ радовался о всех славных делах его он же сказал чему уподоблю царствие Божие чему уподоблю его оно подобно зерну горчичному которое взяв человек посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его еще сказал чему уподоблю царствие Божие оно подобно закваске которая женщина взяв положила в три меры муки и доколе не вскисло все и проходил по городам и селениям уча и направляя путь к Иерусалиму некто сказал ему господи неужели мало спасающихся он же сказал им подвязайтесь войти сквозь тесные врата ибо сказываю вам многие поищут войти и не возмогут когда хозяин дома встанет и затворит двери тогда вы стоя вне станете стучать в двери и говорить господи господи отвори нам но он скажет вам в ответ не знаю вас откуда вы тогда станете говорить мы ели и пили перед тобой на улицах наших учил ты но иисус скажет говорю вам не знаю вас откуда вы отойдите от меня все делатели неправды там будет плач и скрежет зубов там будет плач и скрежет зубов когда увидите Авраама Исаака Иакова и всех пророков царствие Божием а себя изгоняемыми вон и придут и восток и запады и севера и юга и возлягут в царстве Божием и вот есть последние которые будут первыми и есть первые которые будут последними в тот день пришли некоторые из парисеев и говорили ему выйди и удались отсюда ибо Ирод хочет убить тебя и сказал им пойдите скажите этой лисице все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу а впрочем мне должно ходить сегодня завтра и в последующий день потому что не бывает чтобы пророк погиб вне Иерусалима слава тебе Боже наш слава тебе хвала тебе наш Господь Иерусалим Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе сколько раз хотел я собрать чад твоих как птица птенцов своих под крылья и вы не захотели все оставляется вам дом ваш пуст скажу же вам что вы не увейте меня пока не придет время когда скажете благословен гряды во имя Господне аллилуйя слава тебе Боже наш слава тебе благослови себе дитя Господи и умудри его и избери его Господи на проповедь и среди сверстников и в зрелые годы и до старости аллилуйя слава тебе Боже наш слава тебе хвала тебе Боже честь и поклонение слава и благодарение за все твои милости и щедроты аллилуйя коснись сердца этих детей обрати их к себе да мне приняли тебя и жертву Голговскую ибо вне Христа нет спасения Господи Боже наш слава тебе аллилуйя благодарю тебя благодарю тебя мой Иисус за этот день за эту возможность возвещать и камням и горам истину твою ты силен Господи сделать из камней детей Аврааму хвала тебе благослови нас и прибудешь с нами благодарю тебя мой Иисус слава тебе Боже наш слава тебе милости твоей полна земля веруя во единого Бога Отца Вседержителя Творца неба и земли видимым же всем и невидимым во единого Господа Иисуса Христа Сына Божия единородного и же от Отца рожденного прежде всех век света от света Бога истина от Бога истина рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося Духа Святой и Марии и Девы и вощеловечшегося распятого рожданы при понтийском Пилате и страдавшего и погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям и вошедшего на небеса и сидящего десною Отца и паки грядущего со славой судите живых и мертвых его же царствию не будет конца и в Духа Святаго Господа истинного животворящего и же от Отца исходящего и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки во единую святую соборную и апостольскую церковь исповедую едино крещение во оставлении грехов чаю воскресения мертвым и жизни будущего века Аминь Господи Божий наш слава Тебе достойно есть во всякого истину блажите Тебе Богородицу пресно блаженную пренепорочную и Матерь Бога нашего счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим безысление Бога Слово хорнейшую сущую Богородицу Тя величаем именем Господнем благослови Господи народ Твой слава Тебе Боже наш хвала Тебе ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную Аллилуйя Ты есть Господи свет и всякий делающий правду идет к свету дабы явно были дела Его а делающий злое не идет к свету дабы не обречились дела Его помилуй нас Господи помилуй нас слава Тебе Отец Сын и Святой Дух Аминь кроме Тебя нет иного Бога столь любящего создания Своё Благодарим Тебя наш Господь за великое Твое долготерпение и за этот день в который Ты открываешь нам Господи возможность свидетельствовать о Тебе слава Тебе единый вечный Бог Господи найди скрывающихся от Тебя грешников и им возвести истину Твою Извлеки их из этого рва погибели в котором они находятся они помешались на блуде не дай им погибнуть Бог сотворил человека по образу и подобию своему а человек делает разные маски чтобы исказить образ данный ему прости нас Господи и помилуй прости и благослови слава Тебе Боже наш слава Тебе Боже мой помилуй нас царю небес царю небесный утешителю души истины и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прийди и вселися в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благие души наши виск святые стоматисы ш� посол redeem ан clears пsalтирь псалом 73 для чего боже отринул нас навсегда. Возгорелся гнев твой на овец пажите твоей. Вспомни сон твой, который ты сижал из древля. Искупил в жезл достояния твоего эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Придали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, кому возвестить? Кто поверил слышанному от нас? Хвала Тебе, наш Господь. Доколе, Боже, будет поносить враг. Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою, десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой, от века устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силы Твоей моря. Ты сокрушил голову змеев в воде. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призренно завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратиться угнетенный посрамленным. Нищие убоги, да восславит имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих. Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И кто поверил слышенному от нас, как говорит пророк Исаия. Ты близок к сокрушенным сердцам. Слава Тебе. Милости Твоей, Господи, полна земля. Мы славим Твое дивное имя. Враг напал и раздел людей. Похитил стыд и совесть. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Будь милостью к нам, Владыка. Найди новые души, которые могли бы принять Тебя. Расслышали стук, совершаемый Тобою, Господи. Коснись сердца учителей, которые не учат познавать Тебя, Боже. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Боже наш, слава Тебе. И найди, Господи, благодатные души, осиянные светом любви Твоей. Откроем истину Твою. Да познают они, что мы кроме Тебя нет иного Бога. Господи, Боже наш, слава Тебе. Великие дивные дела Твои, Господи. Благодарим Тебя и славим Твое дивное имя. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Господи всемогущий, хвала Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господь, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного. И коснись сердца этих людей, находящихся в этом мраке, в этом ущелье тьмы, прелюбодеяния, серебролюбия, сквернословия, объедения. Да воссияет свет любви Твоей для этих людей. Враг раздел и голых бросил здесь при дороге, как будто только что вышли от разбойников. Найди новые души, Господи, возвести им о любви Твоей, что Ты умер, Господи, за грехи наши. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного Иисуса Христа на крест, на страдания, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Аллилуйя. Вы хотите что-то сказать? Да, я хотел спросить. Только без ни одного слова плохого, чтобы не говорили. Нет, да, нет, нет. Я слушаю Вас, говорите, пожалуйста. Имя Бога какое? Ну, у Бога пятьсот имен с лишним, а Господь Моисеев открылся и говорит, имя Мое Яхве и Иегова. Он сам сказал, примиряйте лица других. Он же не может лицемерить лица примирять других. Вы вопрос задали, я вам отвечаю. У Сафони он называется Саваов, у Моисея назвался Иегова, а Господь говорит, я есть дверь овцам. Хорошо, а какое имя действительное? Ну, все действительное. Какое? Да, ну. Ну, как? Вот генеральный секретарь партии был Брежнев, одновременно председатель президиума Горковного Совета. Какое имя? Ну, то и другое соответственно ему. Можно легко людей ввести в заблуждение, если много имен иметь. Это как? Только я прошу, очень прошу вас, ни одного плохого слова не говорили. Да я не хочу сказать плохого слова. Ну, матершина скверная, то есть, то, что никак не входит. А вот, допустим, вот эти вот батюшки в церквях, которые есть, они вообще ничего о Боге не знают. Они просто делают бизнес. Вы о всех говорите? Вы всех хорошо знаете? Практически все. Ну, может быть, может быть, сами люди просто, нет, я много встречал в интернете, ну, таких. Ну, скажите, сколько священников вы знаете, с кем разговаривали? Которые знаете? Количество? Назовите, сколько вы знаете? Ну, 100 священников встречали? 100. 100? Священников 100. Встречали? Я вам могу одно спросить. Конкретно за сам патриархат, вот, то, что сам вот этот митрополит Кирилл даже, вот его даже взять, рыба же сгинет с головы. Да. Если что-то не по-ихнему, как в любом, в любых этих управленческих моментах, если что-то не по-ихнему, кто-то пошел против системы, убрать его с дороги, все, ты не нужен, ты слишком умный или ты слишком глупый, или я не знаю, как. Так мы-то не о нем говорим, мы говорим о нашем спасении души, о Христе, отношении к нему. А зачем мне смотреть на патриарха? Он ответит за себя. Написано, с начальствующих будет строгое взыскание. Ему отвечают за всех, а мне отвечают за печи, которые я делаю. Дымят эти печи. Начну очищать свои дворы в первую очередь. Свои дворы. Вот. Это мой двор, моя душа. Вот. Я должен о себе позаботиться. Сейчас идет великий пост. Вы пост соблюдаете? А кто сказал, что надо поститься? Кто? Если человек не постится, он дружит с дьяволом. Против дьявола оружие, пост и молитва. А кто заповедал? Павел говорит, я не пристану в посте. Христос постился 40 дней. Кто заповедал? Моисей постился 40 дней. Кто? Какой вопрос? То есть не поститесь. Ясно. Не, ну раньше жертву приносили баранов. Не надо, не надо, не надо, не надо. Это... В Новом Завете. Приношение было. Почему сейчас жертву не приносят? Потому что жертва Христос, вы умер. Все. Жертву принесено. Правильно. И вместе с ним умерли все эти посты, которые были. А какие были? Обожите. Скажите, какие были? А какие были посты? Какие вы знаете? Какие они были до этого? До Христа? Сколько? Разницы нету, какие были. То есть не знаете. Ну, вы сразу говорите, я не знаю, это нельзя так играть. Вы не знаете. Я этим делом иду 56 лет, сознательно уверовав после армии. и скажу, что вы не правы, потому что пост необходим для смирения. У Бога 500 имен. Но апостола Павла вы признаете за апостола? Да. А он говорит, я не пристану посте и бдении. Как же вы признаете? Без поста такого Павла нету. Оружие против дьявола. Почему не могли знать? Господь говорит, постом и молитвой изгоняется. То есть человек, который с сатаной дружит, ему пост не нужен. Почему? А он покорился дьяволу. Сатана не постом изгоняет. А чем? Молитва? Христос говорит, постом и молитва. А я говорю, не постом. Вы Христа. Но вы верите Христу, что он сказал это? Я-то верю. Просто понимаете, все трактуют по-разному. И понимание тоже бывает. Можно одно и то же слово понять по-разному. Понимаете? Это наш такой могучий, великий русский язык. Мы же не роботы. Мы же не запрограммированы. Вы Златоуст слышали такое имя? Ян Златоуст. Ян Златоуст. Имя такое слышали? Да. Имя такое слышали Ян Златоуст. Златоуст нет. А город Златоуст слышали? На Урале. И города не знаете? Как я могу? Где-то было, попадалось на слух. Это самый знаменитый проповедник Христовой Церкви за две тысячи лет. Золотые уста. И он говорит о посте. Скажите, сейчас кто проповедует? О Христе, о Создателе? Кто проповедует? Я проповедую Лапкин и Игнатий. Город Барнаул. 56 лет проповедую. Хорошо. Каким образом вы проповедуете? Следующее. Я проповедую там, где есть. Когда меня арестовали, я проповедую следователю. Он обратился. Я иду по пяти тюрьмам, и заключенные каются. Дальше. Я выхожу, встречаюсь с людьми. Мы строим с нуля православную деревню. Господь врагов делает друзьями. Господь позволяет мне лично написать 38 томов книг. Я посвящаю библиотеку. Мы едем от Владивостока до Лиссабона. И я дарю 650 городов на 35 миллионов книги, которые преображают людей. Мои книги видели в библиотеке у Путина, у Патриарха. Вы только не уходите сейчас, не убегайте. У меня батарея выключается, все. Ну, я вам говорю, где вы задали вопрос, я ответил. Батарея села. Жалко, конечно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Великое и дивное дело твое, Господи. Закрой, встал, живое и богохульное. И открой говорящие истину твою, несущих слово Евангелие. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и сохрани, Отец Небесный, благослови детей твоих на проповедь, на благовестие, чтобы людям отнести радостную весть твою. Пошли, Господи, благовестников твоих, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, чтобы они узнали, что ты умер за грехи людей и воскрес. Господи, слава тебе. Дивный Господь наш, мы благодарим тебя за чудные дела твои. Отец Небесный, слава тебе. Господи Божий наш, слава тебе. Спаси нас, владыка, и помилуй, и благослови. Ты позволил нам войти в этот садом и гоморру и возвестить имя твое святое, как сатана развратил людей. Но победа за тобой и после всех победителей победишь ты, Господь. слава тебе. Аллилуйя. Хвала тебе, наш Иисус. Благодарю тебя, Господи Божий мой. И найди новые души. Коснись их сердца. Привлеки их себе. Аллилуйя. Господи Божий мой, слава тебе. Честь и поклонение тебе. Слава и благодарение. Ты достоин, Господи, всяческой хвалы. Благодарим тебя, Иисус. Хвала тебе, милосердный Создатель. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, Денис, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи Боже наш, слава тебе. Господи, коснись сердца людей, которых враг совратил, разжег похотью, раздел и бросил. Найди, Господи, этих людей, над кем посмеялся сатана, и сделай из них жителей Содома и Гаморр. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарю тебя, мой Иисус. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Кроме тебя нет иного спасителя. Ты, Господи, умер за грехи наши. Аллилуйя. Хвала тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Аллилуйя. Аллилуйя.